здравствуйте здравствуйте какая-то странная нездоровая ситуация складывается вокруг нашей редакции после того как у нас вышел фильм расследование о том как в самаре и в самарской области воруют нефть наше расследование касается предполагаемого главаря о пг индейца сергея плужного который имеет прямое отношение к хищениям нефти а нашальные деньги от продажи ворованного держит в страхе всю самарскую область рэкет избиение сотрудников дпс поджоги автомобилей перестрелки у него даже есть собственная комната пыток по нашим расчетам за это время а там где только 20 лет все это происходит если не больше было своровано на несколько сот миллионов долларов под данным журнала forbes 2012 году самарской области было украдено нефти на 40 миллионов долларов как вы думаете куда идут эти деньги которые не облагаются налогом который в принципе это черный нал практически суровали у нас с вами это я говорю чтобы было понятно какие с той стороны интересанты какие деньги крутятся и на что люди могут быть способны нам наличные телефоны раздаются какие-то странные звонки не только нам журналистам звонят но юристам звонят и задают какие-то очень странные вопросы и мы это воспринимаем естественно как давление на просто другого выхода не остается как обратиться в соответствующие органы потому что сегодня это звонок а завтра это уже может быть реальное нападение добрый день 15 июля этого года мне поступил звонок с номера телефона как ни странно это был московский префикс звонил человек который представился начальником службы безопасности сбербанка но что меня удивило такие звонки довольно часты в наше время звонят телефонные мошенники иные личности коллекторы но счет попросил меня к телефону пригласить женщину которая обращалась ко мне с просьбой о защите ее родственника он назвал не просто фамилию когда я переспросил кого кого он уточнил имя отчество и попросил его позвать к телефону на мой вопрос вы уверены что вы попали по нужному номеру он ответил да и поинтересовался куда он попал я объяснил что это коллеги адвокатов и у нас нет такого сотрудника он настоятельно все равно просил пригласить его к телефону и прозвучало что нечто вроде угрозы если она не будет приглашена к телефону и не возьмет телефонную трубку что это значит первое что та сторона наши оппоненты не хочет чтобы московские адвокаты в это дело вообще влезали вдруг они что-нибудь раскопают что-нибудь такое что сейчас очень хорошо спрятано второе вот это вот ситуация со странными звонками на редакторский телефон на мой телефон говорит о том что мы на верном пути угрозы в адрес журналистов это вообще такой хороший показатель что мы на верном пути кто-то очень не хочет с той стороны чтобы об этой ситуации о ситуации хищении нефти самарской области говорили кто-то очень хорошо с ней кормится причем нем немало людей с ней хорошо кормятся и хотят кормиться дальше им очень невыгодно чтобы это чтобы об этом говорили мы продолжим конечно же наши фильмы выпуск наших фильмов а всю информацию которую мы собрали мы предоставим следственные органы а тем кто стоит за давлением на редакцию момента истины мы напомним про статью 144 уголовного кодекса воспрепятствий непрофессиональной деятельности журналистов к слову до шести лет лишения свободы нужно думать о том что ты делаешь и если ты нарушаешь закон должен быть готов ответить за это редакция в данном случае конечно же делать свою работу и делать ее правильно и профессионально а лицам которые мешают работать журналистам кто давит на них всем звонками действиями провокациями придется ответить по законам мы приложим все для того чтобы виновные лица были привлечены установлен закон ответственность мы знаем о давлении которое производится страны криминала на адвокатов и журналистов медиапортала момент истины мы берем данную ситуацию на свой контроль мы обязательно проинформируем членов президиума координационного совета НСБ это депутаты государственной думы сенаторы совета федерации члены общественного пола россии член СПЧ при президенте российской федерации мы будем не просто держать данную ситуацию на контроле мы обязательно окажем всю посильную помощь в том числе обеспечим физическую безопасность наших журналистов и напоминаем журналисты момента истины это профессионал который занимается профессионально своей деятельностью и является членами медиасовета нашего координационного совета НСБ России мы своих не бросаем мы обязательно проведем расследование и в том числе заключение специалиста в сфере судебных расследований и в сфере финансовой безопасности и дадим свою оценку которая может быть и должна быть использована в том числе в работе правоохранительных органов